Hey guys, меня зовут Брэдли и я из Лондона. Да-да, тот, который the capital of Great Britain. Сегодня я собираюсь разрушить ваше представление об Англии. Я про вот это вот. Я расскажу вам о британском сленге, которого у нас много. Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom. Поехали! По всей Англии, как и в любой другой стране, у нас много разных диалектов, у каждого из которых есть свои особые слова. Я родился и жил всю свою жизнь в Лондоне, Англии. Поэтому этот урок будет на общем сленге, который поймет нормальный британский человек, как я. Британский сленг либо используется не очень часто, либо интенсивно. Но если ваше тело говорит как носитель, то знать этот сленг нужно. Давайте представим, что скоро вы встречите своего друга, который прилетел из Лондона. Как бы вы обратились к нему? Вот вам несколько сленговых обращений. Это приятел в русском языке. Можете использовать как синоним friend или друг. Это обращение очень часто встречается в мире английского языка и ставится в начале предложения. Мейс, I heard you going out tonight. It's my ride. Это что-то вроде солнышка и зайка в русском языке. Его используют, когда разговаривают с человеком противоположного пола. You're right there, love. Here, let me help you with your bags. Yes, love. Bro, в русском вам это отлично известен как bro от американского bro. Как и в американском, это сокращение от брата. Ой, bro, you got the time. Buddy. Это как приятел. Это тоже хороший друг. Очень трудно объяснить. В Англии мы используем buddy, чтобы показывать привязанность к другу мужского пола. Hey, buddy. How are you feeling? Are you okay? I'm fine, buddy. It's good. Это очень распространенные британские слова. Ну, в переводе я не скажу, но посмотрите на urban dictionary to find out. Если честно, это не очень важливое слово, но вы можете использовать его, если твой друг расстроил вас. I hope you ain't coming out tonight. Am I right? Sorry, sir. Who's in the chat? Окей. Давайте теперь обсудим нисколько прилагательных, которые вы можете использовать для описания человека. Pissed. Это когда ты действительно очень пьян. Русский аналог, в хлам, в зюзю, в дрова и так далее. Mate, look at me. You are way too pissed to go into that club. Окей? Way too pissed. Я тоже хочу сказать, что если ты злышься на кого-то, ты можешь сказать... I am pissed off. Окей? Angry, drunk. Angry, drunk. Окей? Daft. Это можно сказать, когда кто-то ведет себя глупо без причин. You doffed cow. You ordered the taxi for the wrong day. Don't be doffed. Dodgy. Если кто-то dodgy, они очень подозрительны, и вы должны избегать их. Mates, I need to be honest with you. That guy over there looks way too dodgy. Yeah, a bit dodgy, isn't he? Fit. Это хорошо. На самом деле, в Англии это синоним слова hot. А если вам кто-то сказал, что вы fit, то вы очень привлекательны. Mate, that girl over there is so fit. Knackered. Окей, this one's easy. Это тот, кто очень устал. I am absolutely knackered, mate. Absolutely knackered. Wicked. Ну, оно также используется для писания кого-то действительно крутого. Mate, you are wicked. Wicked. Я напомню, что больше хорошего сленга можно получить на уроке с преподавателем. Где вы не только будете его повторять, а используя на практике в общении. Это бесплатно. Так что пробуйте сейчас по ссылке на описание. Хорошо. Теперь вы можете позвонить своему тот же имейтс, чтобы сказать, что вы очень knackered. Поэтому вы не хотите выходить с ним сегодня вечером. Он может ответить следующими способами. Blimey. Вы говорите это, когда вы удивлены. I'm gutted. Говорите, когда разочарованы чем-то. What's a shambles? Вы можете использовать эту фразу для описания плохо организованных ситуаций. Bloody hell. Это очень часто можно услышать в Великобритании. Вы можете сказать это, когда вы удивлены, разочарованы или рассержены. А, у нас проблема. Ваш друг говорит, что он уже заплатил за такси. Вы предлагаете ему вернуться и говорите, что заплатите за такси. Ну, какой сленг вы могли бы использовать для описания денег? Во-первых, мы часто используем Fiverr, чтобы описать купюру на 5 фунтов. Точно так же мы используем Tenr для описания банкноты в 10 фунтов. Вместо pounds вы можете сказать quid, что более неформально. Мы тоже используем grand для описания 1000 фунтов стерлингов. Слово money по целкам так же имеет много синонимов. Right, what have we got? We got cash, dough, dosh, wonger. Итак, вы заплатили своему dodgy mate немного wonger за такси. А теперь можете не идти и get pissed, но остаться домой и спать. Потому что, в конце концов, ты очень knackered. Отлично, нет? Ставь thumbs up, если тебе понравилось это видео. И не забудь подписаться на канал, потому что у меня для тебя есть еще много английского сленга. И напиши в комментариях, какой английский сленг знаешь ты. А если вы хотите изучать польщий сленга, чтобы говорить как native speaker, то лучше запишитесь на урок с преподавателем EnglishDom. Там вы будете весь урок не учить, а разговаривать на английском. И практиковать сленг вживую. Кстати, это бесплатно. Нажимайте на кнопку, которую вы видите на экране и записывайтесь на урок. До скорых встреч!